здравствуйте дорогие друзья сегодня 22 апреля в субботу мы говорим на тему борьба позитивный и негативный аспект казалось бы борьба противостояние это всегда плохо нужен мир и согласие но хотел бы поделиться некоторыми важными мыслями о том что на самом деле борьба в нашем мире лишь показатель того что действительно есть понятие между и различие между добром и злом есть понимание что хорошо и что плохо и раз эти две силы конфликтуют ну так есть не может ведь добро жить в согласии со злом то борьба в нашей жизни показывает что мы действительно умеем что-то отличать это хорошо это плохо когда же мы потеряем эту способность и будем говорить что все хорошо все замечательно вот ничего не судим тогда беда мы черные назовем белым белое черным все выровняем все такое станет но относительным каким-то непонятным аморфным это неверно то есть у борьбы есть позитивный аспект она показывает что все таки есть противоборствующие силы и хорошо если с одной стороны что-то хорошее и хорошо когда с другой стороны плохое то есть мы делим дистанцируемся почему это важно это не для того чтобы всех подряд судить и определять вечную участь нет конечно нужно различать чтобы выбирать чтобы уверенно сделать выбор худые сообщества развращают добрые нравы значит я буду отрекаться от худых сообществ если нужно противостоять какому-то нечестью обману мошенничеству значит нужно противостоять нельзя по пустительски относиться и говорить ну я не судья я же не я не бог пусть бог разберется а ты для чего в этом мире чтобы быть сторонним наблюдателем за великой борьбой нет вы участники противостояния но когда мы понимаем что есть великая борьба с каким мотивом и в ней участвуем действительно с желанием повоевать что-то подоказывать или мы просто понимаем что это данности мы с ней справляемся чтобы прийти таки к миру то есть борьба для мира а есть борьба для уничтожения это разные стремления и так единение с богом приводит к единству друг с другом это просто давайте возьмем простую схему вот одна точка вот 2 и верху в небесах господь и мы движемся к господу который один и когда мы движемся к центру к бог господу привлекающему всех между собой мы что начинаем сближаться сближение к центру сближает и между собой поэтому когда я переживаю о том чтобы быть единым с богом молюсь я хочу боже тебя познать я хочу ближе быть к тебе есть даже песня такая я хочу тебя чувствовать и так далее так далее начинай приближаться к другим людям начинай чувствует других людей если же ты с ними дерешься и говоришь я с богом хорошо а с людьми в контрах непонятно какого бога ты исповедуешь что еще дьявол ставит конечно же другую задачу не про согласие не про любовь и не про единство дьявол возбуждает зависть и ревность и вражду и распри дьявол разбрасывает семена раздоров ну и конечно же потом будут и всходы подобных раздоров подобных семян нельзя культивировать разногласия или стремиться к разногласиям то есть мнение у нас могут быть разными но для того чтобы мнение даже если они разные оттачивались и приходить к согласию нужно чтобы было общение и не просто общение общение святого духа каким может быть общение святого духа и как она может таким получиться если мы общаемся во имя христа на темы предложенные христом на темы священного писания с мотивами которые даруют христос вот тогда получается общение святого духа и все наши разномыслия они могут быть как-то выровнены индивидуальность мы при этом не потеряем об этом помните тему да если вдруг какие-то идеи кажутся нераскрытыми вспоминайте другие темы которые мы уже рассматривали и предвкушаете будущее еще борьба конечно же приводит к агрессивности то есть с одной стороны сказали есть позитивный аспект борьбы но нельзя культивировать некоторые люди увлекаются борьбой ну никак единоборством а вот таким противостоянием настолько что ищут повода чтобы сказать свою правду чтобы научить чтобы заткнуть чтобы кого-то по струнке заставить ходить и так далее такие люди конечно же с агрессией они скорее будут навязывать разделение нежели устанавливать истину борьба между братьями замедляет второе пришествие вот такой есть тезис к чему это сказано когда мы имеем единые религиозные убеждения находимся в церкви и когда мы говорим о том учении которое нам оставил господь проповедуем второе пришествие задача показать что пришествие которое мы проповедуем уже работает каким образом мы исповедуем царство принципы царства небесного и люди видя это в нас сегодня говорят вывод об этом говорите то что вы сами делаете позвольте мне это тоже начать притворять в жизнь еще раз когда мы говорим о том что грядет царство небесное важно это сказать не просто направить к библии сказать вот в библии все ответы и в будущем ответы а в настоящем ничего нет так если в настоящем ничего нет зачем человеку которому вы проповедуете ли говорить о своих убеждениях менять свои прежние убеждения принимать ваши он же не видит в настоящем действующих принципов будущего царства небесного тупик просто говорить о будущем это недостаточно поэтому когда люди между собой спорят как верующий так с пеной урта со святой пеной урта но при этом благовествует это скорее отдаляет то ли второе пришествие нежели приближает запомним да этот алгоритм еще несколько важных советов нет времени для споров и вражды вот категорически нет времени вы сейчас видите что события на планете они ускоряются они глобализируются что-то начавшиеся в одной части свет тут же распространяется по всей планете и раз за последние несколько лет мы проживаем такую динамику событий мы не можем видя пришествие христа увлекаться борьбой противостоянием скандалами и спорами особенно странно и страшно когда люди это делают даже не имея нормальных мотивов меня обидели я за правду я вот хотел бы чтобы все было красиво такое бла-бла а по факту но нет вот этого мирного строительства мирного созидания каких-то служений просто борьба за правду и все чтобы доказать правоту а делать то что а действие вот результат вот этого противостояния что да ничего просто доказал правоту заткнул кого-то ну где в этом смысл поэтому вестница божия говорит мужчины и женщины заявляющие о том что они служат господу удовлетворены тем что занимают время и внимание маловажными делами они удовлетворены разногласиями между собой вот если бы они господу себя посвятили тогда было бы больше пользы и смирились бы избегайте спора по пустякам вот это очень важно когда мы вроде бы отстаиваем правду на самом деле смысл вот ты отстоишь эту правду а где польза нету просто мнение отстоял не надо придираться к словам не надо бояться каких-то слов у нас есть тоже такие комментаторы которые увидят какое-то слово и говорят это нельзя говорить это странно это пограничная тема и так далее вы зачем это инициирует что вы докажете просто слово испугало но это скорее мнение не надо бодаться по пустякам спорам нужно положить конец сила благодати божией сделает для души больше чем сделает конфликт за всю жизнь пусть вот эти добрые пожелания эти мысли о том что борьба имеет разные стороны и лучше стремиться к тому чтобы бог завершил свою великую борьбу победой а мы несли мир потому что неся мир мы сами становимся блаженными или счастливыми этого вам и желаю